всем привет вот и закончился учебный год у меня сейчас отгремел так сказать последний экзамен смотрите какую красоту мне подарили студенты вот такой вот потрясающий просто потрясающий букет и вот эту коробку конфет да мне как раз всем эта коробка ну ладно здесь черный белый и молочный шоколад очень приятно такая была чудесная это взрослые видите это были взрослые и мы сдавали экзамен на несколько этапов взрослые с нуля я на самом деле пришла к ним немножко расскажу я пришла к ним в октябре ну как вы знаете я же с декрета вышла в общем в школу неудачный ракурс ну ладно ладно не буду я переснимать не хочу вышла в школу после декрета я была осень и меня поставили к ним на курс интенсивный курс экспресс курса на для начинающих то есть они не знали английский и у них вела язык другая преподавательница потом она ушла в декрет я помню когда к ним пришла они с таким каким-то недоверием мне кажется сначала отнеслись я чуть волновалась знаете когда долгое время не занимаешься чем-то ты конечно слегка неуверенно себя чувствуешь я вообще первый раз когда пришла с декрета волновалась так знаете что-то бегала суетилась а потом буквально через два дня через пару уроков уже влилась и ну я уже сколько раз говорила что это мое мое любимое дело так вот и мы до такой степени друг другу привыкли сплотились действительно как ну классная крутая команда у которой была цель я считаю я их очень многому научила потому что мы за этот год занимались не только по уровню для бигиннеров ну кто учил язык тот понимает то есть это задание я им давала на уровень выше на уровень элементаре и они тоже справлялись и это было круто потому что ну я скажу не все всем многим было сложно это делать не не многим было сложно это делать то пропускал задание мне вообще было апокалипсис зимой потому что в этой группе было у меня 9 человек и через знакомых еще набралось 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 в общем однажды на занятии у меня было 18 человек при максимальной загрузке 10 и мы как раз занимались вот в этой аудитории здесь стоит ну вот так вот столы да и просто ютились друг на друге сидели это было не это было круто но с другой стороны мало места и и сегодня вот вторая часть была экзамена вообще что себе экзамен представляет сначала они отвечают на вопросы мои то есть заходят по одному я все это снимала вот у меня штатив профессиональный стоит вот они отвечают на вопросы все это даваем заранее конечно же но вопрос есть уточняющий у вас юны и вады и лиф дихаба биг флэту и хаус антелла собаке рфа муле и вот я профессионал форс авто после этого они садятся в пары фоне у меня закончилась телефон закончилась память ну что я вы знаете сейчас очень много снимаю и фотографирую точнее откуда вы знаете это дело в инстаграме вконтакте так вот садятся в паре в паре заходят я их тоже естественно снимаю и спонтан даете например how to come to this кафе or how to find a post office or for example you're coming to the post office and you want to buy stamps something like that yes and so they are talking они разговаривают в пары и задают друг другу вопросы тоже очень интересное задание оно мотивирует естественно взрослые очень сильно волнуются потому что память уже не то и ответственность другого уровня опять имеющие опять по памяти памяти хватает так вот рассказывайте диалоги и последняя часть мы сегодня уже снимали последней части это когда им достается тема не берут карточку и рассказывает уже в свободном стиле topics such as my family my job or something like that my flat ну different everyday daily routines то есть такие элементарные темы но тем не менее вот сегодня некоторые очень сильно переволновались но все получили сертификаты я очень рада и такое знаете чувство классное такое облегчение и радости и гордости приятно на душе то что есть результат то что год прошел не зря для этих людей по крайней мере и вообще этот год был очень для меня продуктивный я не вижу сейчас про работу говорю когда ощущается результат когда видишь что люди тебе благодарны за то что ты делаешь это действительно окрыляет вот действительно это просто дает силы вы знаете и совсем по-другому себя ощущаешь когда ты на своем месте и делаешь то что ты любишь вот такие вот у меня дела у нас сегодня дождик прекрасная погода моя самая любимая и цветочки вот такой дождик слегка моросящий но я очень люблю такой погоды особенно стоял очень сильная жара в общем все с понедельника я уже выхожу в отпуск у меня останутся только несколько совсем немного индивидуальных занятий и после этого я хочу уже пойти в клуб и заняться собой потому что очень много планов которые в последствии расскажу пока буду все показывать в общем хорошего вам лета приходите учить английский и получаете такие же результаты как мои студенты куда приходить пишите расскажу я шучу боже я это я не рекламирую ничего просто шучу ладно давайте бай-бай лишь уже не удержался мы открываем говорит давай быстрее я же давно не ел конфеты нет 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 я на моем стое хотим мы уже здесь начали снимать ладно хотели просто показать что за конфетки такие потому что мы такие еще не пробовали да давай открывать не терпится ему давай опа вау сколько конфеток смотрите ну это дорогой дорогой да ясно убери кушай какой ты выбираешь не знаю в общем все приятного аппетита московского пола ок toute начальни московского пола московского пола московского пола московского пола вот и все и Они будут слушать и задать и задать и задать вопросы. Итак, мы будем начинать. У меня есть много хобби. Моя любимая хобби — это дрова. Я стараюсь делать скетчей. Это паспорта по водоколуерам. Я стараюсь делать пловер, строительство, животных, и что-то. Сегодня я делаю пловер. Я делаю пловер, когда я делаю. Я делаю. Моя хобби — это эмброиды и нитинг. Я могу делать штуки. Я люблю снимать фотографии. Я люблю снимать фотографии. Я люблю снимать фотографии. И я думаю, что мой хобби — читать книги, особенно книги. Это все. Спасибо, Светлана. Как вы спросите, Наташа? Кто вы не знаете? И я люблю снимать фотографии. Я люблю снимать фотографии. Я люблю снимать фотографии. У меня есть много парня, но у меня есть только один парень. Его зовут Лариса. Мы были парни за долгое время. Мы встретили друг друга в колледже. Потом мы пошли в университете. Мы учили в Лангл. У нас есть много интересов. Мы хотим читать книги. Мы хотим читать книги. Я не вижу моего парня. Мы общаемся в Университете. Когда мы приехали в Университете, мы находимся в Университете. Мы хотим читать книги и рассказывать о том, что мы говорим о том. Лариса очень благодарна. У нас есть очень благодарность. Наташа, мы хотим сказать. Затем сказать. een-да-да-да-да-да... I need to talk about this. If she has everything. How old is your friend? How old is she? How old is my sister? She's... what is that? How old is...